всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале я такая довольно счастливая потому что я до этого 15 минут говорила говорила вылила весь свой свою реакцию всю свою энергию на некоторые комментарии потом остановила удалила весь свой монолог и теперь в позитиве смогу записывать потому что если я не выскажусь это это повлияет на искажение информации но не высказаться я тоже не смогла поэтому то что я говорил неважно зато его хорошем прекрасном настроении да и как минимум не буду сливать на вас негатива поделюсь своими приятными эмоции расклад у нас сегодня называется следующим образом для чего мне была дана физическая эмоциональная боль давайте будем с вами разбираться позиции вы видите все как обычно ничего не меняется в руках у меня значит классика уэйта колода здесь у меня таро привидений эпическая таро если что вот с этими колодами буду работать почему их все время обозначиваю потому что иногда ну вот коллегам интересно да с какой колоды я работаю мне самой интересно когда я смотрю расклады как называется колода потому что иногда колода очень красиво я даже не знаю как они называются но вот название дает мне возможность заглянуть в галерею и посмотреть и так позиция номер один для чего сначала посмотрим вам дана была физическая боль а потом эмоциональная то есть физика потом эмоции хорошо запомню отодвигаем позиция номер один сначала физическая боль для чего вам дана была я так предполагаю что вас есть какая-то конкретная ситуация в которой вы ощутили физическую боль для чего вам была физическая боль физическая боль здесь какая-то болезнь кто-то кто-то либо ногу поломал то ли то ли вывихнул правая то здесь мне показывает перелом перелом ноги не может быть руки у кого-то но мне кажется что все-таки перелом ноги здесь был так что еще боль знаете остановка для того чтобы вы остановились да потому что не туда пошли не туда пошли что-то на какие-то знаете одни и те же грабли наступали вас остановили потому что ну уже как-то знаете вы должны были пойти в другую сторону вас должны были повести в другом направлении а вы как будто бы туда не смотрели И поэтому вас остановили для того, чтобы вы как-то передохнули, перестали наступать на какие-то одни и те же шипы. Потому что здесь кто-то, может быть, на гвоздь наступил. Кстати, может быть, кто-то практикует то, что стоит на гвоздях. Здесь такое тоже может быть. Хорошо, для чего вам дана была физическая боль? Ну, смотрите, для чего сказал рыцарь мечей? Потому что вы стремитесь на пролом. Причем на больших скоростях и вас не остановить. Понимаете, вас не поймать, чтобы что-то показать нельзя. То есть вы пчитесь очень быстро, 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 быстро. Движетесь к какой-то своей цели и можете наломать дров. Поэтому вот вам боль была дана для остановки. Во-первых, потому что вы сломя голову, либо кому-то бы причинили боль, либо вы сами себе причиняете боль. Вы для себя сами для чего причиняете боль? Потому что не любите. Нету гармонии внутренней, да, есть какой-то дисбаланс. Не любите сами себя. Почему? Потому что тяжело, тяжело как-то вот вообще вам по жизни двигаться. В чем тяжесть, в чем трудность? Потому что как-то не можете... Во-первых, не слышите себя. Во-вторых, очень много на себя берете. Не нужного, лишнего. Занимаетесь не теми делами, которые нужны. Берете еще в какой-то степени... Проживаете чужую жизнь. Ну вот как-то ответственность больше за себя берете. Иногда вы идете на пролом, понимаете? Здесь такое ощущение, что вот ломитесь, понимаете, закрыты какие-то двери. Либо как-то вот, как говорится, сила есть, ума не надо. Вот хотите все разрушить и пойти именно так, как вам нужно. А иногда нужно просто использовать гибкость своего ума. Отойти два-три шага вправо либо лево и открыть дверь. Не надо ломать стену. Вот вы иногда становитесь такими твердоголовыми, да, твердолобами. То есть вы, ну, до вас достучаться очень сложно. Иногда до вас можно достучаться только когда применяют к вам силу, понимаете? То есть когда вам делают больно. Только тогда вы как-то вот, я не знаю, включаетесь, может быть, эмоционально, как-то становитесь мягкими, можете прислушаться. А так вы как будто бы в каком-то панцире идете на пролом. И сложно, сложно для вас, до вас как-то достучаться. Для чего вам дана была физическая боль? Чтобы вы увидели своих каких-то тараканов. Такое ощущение, что вы не туда силу прикладываете. Чтобы вы научились ценить. Чтобы не вам давалось как-то, знаете, легко. А чтобы вы научились ценить через какие-то потери, утраты. Что именно, вы должны были прийти именно к балансу. Знаете, такое ощущение, что вот вас учит элементарно находиться все время в равновесии. Не идти с тремя голову, не ломиться куда-то на пролом. А как-то вот больше находиться в спокойном состоянии. Тогда у вас, во-первых, уравновесить, хочется сказать, уравновесить вашу логику и ваши эмоции. Чтобы вы в большей степени находились в каком-то расслабленном, нейтральном состоянии. Тогда и включали какую-то свою чуткость. Это знаете, как некая такая, вот бывает у зайцев. Почему-то мне зайцев показывают, либо у животных, да. Но почему-то зайца. То есть он ест, ест морковку, и вдруг неожиданно останавливается, да. То есть он вроде бы сфокусирован на то, что он ест, но при этом он слышит какие-то шорохи вокруг, если что-то. То есть у него есть, он открытый, да. Он готов к тому, что его окружает, чтобы словить вот эти вот реакцию на что-то, на какую-то ситуацию. То есть да, я занимаюсь своей жизнью, я нахожусь в расслабленном состоянии, но при этом у меня всегда есть готовность либо убежать, либо бороться, либо что-то совершить, либо включить любознательность. Вот вас как будто бы учат, да, останавливают, что не нужно сначала действовать, а потом сожалеть, да. А вот нужно больше находиться в таком расслабленном состоянии и прислушиваться, вот знаете, как-то прислушиваться к своим ощущениям, прислушиваться к тому, что вы чувствуете, да. К тому, что вот как-то вот все рецепторы, чтобы они у вас включены были. А у вас такого нет. Вот вы прете как-то вот на пролом, поэтому вас порой лишают. Чего-то такого очень ценного забирают, чтобы вы научились. Когда, знаете, вас ничего не отвлекает, условно говоря, чтобы вы начали прислушиваться к себе, понимать себя. А здесь получается так, что, возможно, вы, вот то, что я говорила, живете чужой жизнью, да, занимаетесь какими-то внешними факторами, и вы не слышите себя, не прислушиваетесь к себе. Для этого вам дана была физическая боль. Я уже сказала, чтобы вас остановить. Для чего вам дана была эмоциональная боль? Давайте посмотрим. Чему вас должна научить эмоциональная боль в той ситуации, в которой вы прожили? Для разрушения. Что именно должно было здесь разрушиться? Стабильность, связанная с чем? Знаете, вот как будто бы с какими-то ожиданиями. Здесь какая-то вот хитрость присутствует того, что... Как будто бы всё само собой должно было случиться. О чём солнце, да? В чём здесь хитрость? Что иногда неплохо бы быть и в тени. Эмоциональная боль, это как-то, знаете, вы здесь не берёте как будто бы ответственность за свои собственные желания. Вы их не высказываете, вы не открываетесь. То есть вы как будто бы, знаете, находитесь в тени. Ну, человек сам поймёт, да? Ну, это же само собой разумеющиеся, да? Он сам до этого додумается. Вот здесь вот как-то такое не должно быть. Здесь вы должны про это говорить. А в чём здесь какая-то вот хитрость, какой-то подвох есть? Я действовать сам, либо сама не буду, да? Здесь эмоциональная боль. С чем связано? Почему вам больно? Потому что я сам действовать не хочу, но при этом хочу, чтобы ситуация как-то разворачивалась. А почему вы действовать не хотите? Здесь как будто бы огорчение какое-то. Вот понимаете, здесь чувство меня не покидает о том, что вот вы не то, чтобы как-то чужими руками хотите получить то, что вы хотите в эмоциональном плане. То есть вы как будто бы хотите вырастить дерево, но чужими руками, чтобы... Вот вы будете управлять, да? Ты сделай это, ты сделай то, да? Ты посеи, ты принеси воды, там другой польёт, удобрение получит. А я потом буду радоваться этому выросшему дереву. Чего не мог понять? Почему вам причиняли какую-то эмоциональную боль? Примирение. Не понимаю. Не понимаю я по этой колоде. Что-то не совсем понятно здесь история какая-то. Почему у вас... Для чего была дана вам эмоциональная боль? Чему вы должны были научиться? Примирение. Остановка. Определение. Критика. Знаете, для того, чтобы вы как-то сами определились... Здесь вам нужно самому либо саму понять, что вы хотите. Свои собственные желания, да? Какой-то шанс. Вам нужно выбрать то, что вы хотите. То есть, вы как будто бы, знаете, не понимаете своих собственных желаний. И вот ситуация, которая с вами, допустим, происходит, вы только на неё реагируете. То есть, не вы создаёте, а с вами что-то происходит. Ну, вот, к примеру, не вы знакомитесь, а с вами познакомился кто-то, да? И вы как будто бы просто разрешаете этому быть. Либо не разрешаете, допускаете, либо не допускаете. А чтобы как-то самостоятельно вкладываться, желать. Такого нет. То есть, я близко к себе не буду подпускать. А, понимаете, внутри вас могут кипеть. Если мы, допустим, возьмём тему отношений. Давайте так пример приведу, может быть, понятно будет. Внутри можете кипеть от эмоций, от чувств другому человеку, но вы ему про это не скажете. Вы как будто бы ждёте, когда он вам откроется, и тогда вы ему про это скажете, что и я тебя тоже люблю. А пока ты не говоришь, я не буду. А другой человек не понимает. Конечно же, он уходит, вы его теряете и начинаете переживать. А почему переживаете? Так вы же не сказали, насколько этот человек, допустим, тебе важен, значимый. Что ты чувствуешь по этому поводу? То есть, вы как будто бы хотите выстраивать отношения чужими руками. У вас есть намерение, желание, но вы самостоятельно как будто бы не действуете. Почему? Потому что у вас есть какие-то убеждения, претензии к самому себе. Либо к самой себе. Вы не очень хорошо о себе отзываетесь, исходя из своего прошлого опыта. Здесь убеждения могут быть связаны с тем, что, например, я не достоин хороших отношений. Либо у меня не будет никогда счастья. Либо мой опыт такой негативный, я его не получу. Я останусь один, допустим, по жизни. Либо мне никто не нужен. Потому что здесь какие-то вот такие вот убеждения есть. И вот ваши сами убеждения, они порождают вашу эмоциональную боль. Здесь карты говорят о том, что нужно обнулиться. То есть, знаете, ваша эмоциональная боль дана вам для того, чтобы вы поняли и ощутили свою ценность. Свою ценность и значимость. Причем не по королеве педакли, а именно по королю педакли. Насколько вы богаты, насколько вы изобильны, насколько вы ресурсны. Вы должны это увидеть. Насколько вы являетесь шансом для самого, либо для самой себя. То есть вам боль дана была именно для этого, чтобы вы это поняли и осознали. Свою собственную ценность. Чтобы вы наконец-таки начали что-то делать, применяя свои собственные знания. Чтобы перестали скрываться, знаете, за маской такого мягкого, покладистого, приятного человека, удобного. А может быть, наоборот, за маской какого-то холодного человека. Это, знаете, такое ощущение, что вы должны были показать свое истинное лицо. То есть не бояться показывать свое собственное лицо. То есть свои собственные чувства. Пускай вас называют, что вы слишком эмоциональны, что вы слишком там ранимы, становитесь глупеньким, там еще что-то. Это ваши эмоции. Это ваши... Солнышко вышло, да? Это ваши чувства. И здесь их не нужно бояться. То есть вас как будто бы учат первично ценить себя и вторично уметь выражать свои эмоции и показывать другим людям. Не бояться выйти на свет, понимаете? В эмоциональном плане. Может быть, других вот здесь как раз-таки у нас показывали, да, физическое, более чего вам нужно. А здесь, может быть, в социуме эгегей побежали, стремясь, там, в голову, или как это выражение правильно говорится. А в личной жизни вы как-то вот, ну, немножко напуганы, так скажу, да, не выражаете как-то своих эмоций. Больше защищаетесь. Так, такая была у нас первая позиция. Нет, думала оставить так, как, оказывается, места много заберет. Позиция номер два. Красненький камешек. Для чего вам дана была физическая боль в той ситуации, в которой вы себе загадываете? Кто-то здесь, у кого-то постоянные ангины, как там фарингиты, ларингиты, все, что связано с горлом, простуды. Почему? Потому что вот эта физическая боль дана была для того, чтобы вы научились высказывать, выражать свою точку зрения, отстаивать ее, доносить то, что внутри вас, передавать какие-то знания, какие-то эмоции. У кого-то головные боли от давления, от давления, я имею в виду каких-то действий, да, надо принимать решения, я не готов, я не могу, я не знаю как. Либо кто-то постоянно находится на работе в каком-то постоянном вот этом вот прессе, да, кто-то давит, да, прими решение. Вот у кого-то с давлением здесь, еще какие физическая боль была, у кого-то такая, знаете, остроколющая, как будто бы ежа проглотили. Опять-таки мне горло показывают, да, обиды, обиды, вот кого-то съедают, обиды, вот прям желчь, у кого-то желчный пузырь, кстати, тоже обида. Здесь вот у меня проходит очень много обид, давления, обиды, раздражительность какая-то. Все это было дано для того, чтобы вы научились, во-первых, расслабляться, это очень важно для вас, уметь правильно дышать, расслабляться. А во-вторых, отстаивать себя, свою точку зрения, не бояться, да, вот здесь как будто бы выдохнуть, да, у кого-то вот проблемы с легкими. Может быть, кто-то из вас и болел ковидом, либо пневмонией. Мне почему-то показывают верхнюю часть легких, не все легкие, а верхнюю часть как-то. Что-то связано с дыханием, да, задыхаюсь, у кого-то может быть астма, буль такие, да, от того, что он устал, ну, то есть нету радости, нету радости жизни. Все что-то от меня хотят, все что-то от меня требуют. Хорошо, давайте посмотрим, для чего вам дана была физическая боль. Для того, чтобы вы научились более легче относиться к каким-то вещам. Те стоят вопросы доверия, чистоты, открытости, невинности, окружения. Посмотрите, какие люди вас окружают. Ну вот, сказала про окружение, и дьявол выпал. Люди вас подавляют, понимаете, вам боль для чего дана была? Для того, чтобы вы как-то стали более осознанными по дьяволу, чтобы вы стали как-то более зрелыми, научились гармонизировать свои эмоции, да, не держать обиды, а уметь их выражать. Не держать какую-то злость, раздражительность, а уметь это все выражать. Способы выражения в вашем случае, может быть, даже и через творчество, не обязательно разборки с людьми. Знаете, иногда вы попадаете в какие-то неприятные ситуации, просто потому, что вас не то, чтобы люди подставили, хотя здесь тоже такое может быть. Как-то вот ваше окружение, оно провоцирует вас для чего? Для того, чтобы, знаете, здесь вопрос границ. Вы в каких-то моментах очень сжатые, и вот нужно раскрепоститься. И, к примеру, может быть, что вот вы пошли на какой-нибудь праздник, да, и вы говорите, я не пью, а вас в кавычках напоили для того, чтобы вы немножко раскрепостились, да, и вы попали в какой-то вот просаг, ну, неудобную ситуацию, не знаю, может быть, бокал вина разлили на какого-то человека. Этот человек, ну, например, какой-то корпоратив был на своего хозяина, а вы и так его боитесь, и он еще вас накричал, и вы прямо пожалели, зачем пошли на эту вечеринку. Вот что-то здесь такое, понимаете, ваше окружение, оно провоцирует для того, чтобы вы были расслаблены. А у вас есть вот это убеждение, что когда я теряю контроль, я и так-то в себе не очень-то уверен. Когда я теряю контроль, я, ну, я боюсь, да, то есть я не знаю, каким я буду, я и так не могу себя отстоять. А тут я еще и теряю контроль, мне вообще еще хуже будет. И вот вам говорят о том, что ничего страшного, да, что если кто-то будет смеяться, да, вы тоже посмеетесь над собой. Самая ирония – это прекрасная защита. То есть здесь вот какая-то, понимаете, как этот в мелодрагму, да, или в фильмах показывает, вот человек во всей ситуации, в которой нелепый может вляпаться, вот это ваш тип. Но в этом есть всегда какой-то плюс, то есть благодаря каким-то вот этим вот нелепостям, благодаря каким-то какой-то своей неуклюжестью, у вас как будто бы открываются какие-то шансы, да. То есть, допустим, ну, опять-таки, через мелодраму и через любовь, потому что вот вторая позиция про это как раз-таки склонна. То есть, если бы, допустим, не прокинули бокал на красивого молодого человека, да, вы бы, допустим, не влюбились. К примеру, я говорю, да. Если бы там, я не знаю, каблук где-нибудь не сломали по дороге, да, вы бы не познакомились там с каким-то человеком. Либо там, я не знаю, несете сетки с магазина, не заметили витрину, дверь, стекло, ударились, шишка, больно, неприятно, и все на меня смотрят, и я чувствую себя каким-то вот идиотом, все такое. И вот, но зато кто-то пришел, предложил какую-то помощь, а так бы точила я эти сумки вот там сама куда-то. Ну, что-то такое, понимаете, как говорится, нету худа без добра. Вот в вашем случае есть такое. И вам говорят, раскрепостись, то есть, откройся, доверься, да, больше, больше доверяй себе. Почувствуй, знаете, вот вам нужно почувствовать свою какую-то силу. Вот ваша сила, я, по-моему, уже неоднократно говорю двойкам, ваша сила в вашей невинности, в вашей чистоте, в вашем, вот этого, знаете, мягкости какой-то вот, женственности. Независимо от того, мужчина вы или женщина, да, то есть, если вы мужчина, вот эта вот ваша мягкость, она ведь тоже в плюс, да, то есть, не все мужчины должны быть жесткими, холодными. Есть мужчины, которым, ну, так же, как и женщинам, нравится внимание, нравится ласка, и в этом нет ничего плохого, потому что вы найдете себе женщину более такую серьезную, более активную, с мужскими качествами. То есть, есть разнообразие характеров, и не надо стесняться о том, что вот где-то вот я слишком чувствительный, где-то я ранимый. Ну, прекрасно, да, значит, вы найдете себе девушку, которая будет, ну, либо женщина, которая будет такая же мягкая, покладистая, как вариант, да, и которой тоже нравятся ласки какие-то, вот обнимашки и все такие нежности. И в этом нет ничего плохого, то есть, каждый все равно найдет себе свою пару по созвучию, да, тому, что ему на данный момент, ну, просто созвучно, да, в унисон. Поэтому в этом нет ничего плохого. Ну, вот здесь вот ваша боль физическая, она была дана для этого. Ну-ка, я попробую на этой колоде посмотреть. Так, королева жезла, физическая боль, для того, чтобы вы активничали, как ни странно, да, то есть, казалось бы, наоборот, надо, да, королеве жезлов активилась. Нет, здесь наоборот, дана вам физическая боль, чтобы вы стали более активными, да, чтобы вот это вот, то, что есть внутри вас, чтобы вы как-то вот выплескивали, да, двигались вперед, не держали. Из энергетички как-то вот прокачивать себя надо. Огня вам не хватает. Король педакли, для чего да, она была. Физическая боль, для того, для чего. Для того, знаете, какое-то вот удовольствие в жизни вам нужно почувствовать. То есть, я не знаю, как боль может иметь какое отношение к физическим удовольствиям, да, но вот здесь, ну, например, знаете, какие-то вот нервные зажимы, если есть, для чего? Для того, чтобы, допустим, начали ходить к массажисту, да, либо там костеправу, да, чтобы вот как-то тело ваше научилось расслабляться. То есть, опять-таки скажу, нет худа без добра, да, то есть, возможно, как-то вот связками, какие-то зажимы, да, например, как у меня было замерзшее плечо, какие-то сухожилия. Для чего? Для того, чтобы начали там, я не знаю, как-то заботиться о своем теле больше. Да, то есть, совершать какую-то активность. Здесь про это. Для чего еще? Десятка губков. Для того, чтобы завершить что-то. Какие-то перемены, связанные с чем? Все фигурные арканы вышли. Король с королевы жезлов. Вот мне показывают, что вот вы, вот в этой колоде, да, прям все четыре из пяти карт фигурные, что вы как-то вот начали активничать, да, вот как-то активный образ действия, больше взаимодействовали, больше общались с людьми. Для этого вам должна... То есть, иначе, возможно, вы бы не вышли. Опять-таки, в свет, как говорится, да, а так вот пошли, например, там к врачу, и там с кем-то познакомились, да, то есть расширили какой-то вот свой круг общения. Я не знаю, как это может быть. Все вообще не понимают, но здесь какая-то такая ситуация. Хорошо, для чего вам дана эмоциональная боль? Даже не вижу, сколько там по времени. Для того, чтобы вы увидели, что ваша эмоциональная боль, она связана с вашими ограничениями, да, то есть в голове. Ваши собственные мысли, они вас ранят. То есть где-то что-то, какое-то убеждение вас ранит. На повторе. Король жезлов. По поводу чего? По поводу какой-то вот активности, то ли вы себе не позволяете, то ли говорите, что я не могу действовать, да, то ли не заслужила, то ли не получается. Вот по поводу какой-то активности, эмоциональная боль. Может быть, наоборот, когда здесь, знаете, есть такое убеждение, что вот когда я начинаю действовать, это ни к чему хорошему меня не приводит. И это вот как раз-таки убеждение. А если вы в это верите, то ваш мозг как раз-таки создает вам иллюзию той реальности, в которую вы верите. То есть вы верите, что ни к чему хорошему не привозят, к одним разочарованием, когда я начинаю, принимаю самостоятельно какое-то решение, то такое и случается. Здесь вот это вот убеждение какое-то, которое вас ранит. Для чего вам дана эмоциональная боль? Знаете, здесь как будто бы как-то вот вы по-другому должны научиться взаимодействовать с людьми, научиться доверять. Но не всем, а как-то... Знаете, такое ощущение, те, кому вы доверяете, причиняет вам боль, а те, кто для вас враги, вот им, по сути, и нужно доверять. Вот как-то здесь так. То есть здесь какое-то чудовище, которое помогает девушке. То есть, казалось бы, человек вообще не пара, но не такой, то есть нет ничего общего, есть какая-то разница. Может быть, даже какой-то враг, неприятный человек. Но вот именно эти люди, то есть может быть, оттуда, откуда не ожидаешь, они помогают. Здесь как-то вот вся ваша позиция фонит именно взаимодействием с другими людьми. Для чего вам дана эмоциональная боль? Для того, чтобы вы понимали, что здесь опять-таки руки. Какой-то вот коннект, причем, знаете, коннект двух рук разных. То есть здесь не то, что женская, мужская. Здесь может быть, например, рука женщины, а другая рука какого-то там, я не знаю, инопланетянина, либо какого-то чудовища, либо какого-то там динозавра-дракона, да, животного. То есть не то, что здесь противоположности, а здесь вообще какая-то несостыковка. И вот эмоциональная боль дана была, либо потому что вы как-то вот притягиваете людей, которые изначально вам вообще не подходят, и вы как-то надеетесь здесь на что-то. Непонятно, что это в конечном... Ну, то есть это изначально провально, и это вас разочаровывает и приносит вам эмоциональную боль. Либо вы должны как-то научиться общаться с людьми, которые не похожи на вас. Вот здесь вот как-то, чтобы вы как-то на них обращали внимание. Для чего вы должны на них обращать внимание? Они вас как-то расслабляют, как-то вас наполняют эмоционально. Эти люди будут показывать вам вашу значимость, и, возможно, кому-то помогут в профессиональной сфере. Именно с ними как-то вот ваша жизнь изменится. С людьми, которые не похожи на вас. Не такие, как вы. Вам нужно наладить контакт именно с такими людьми. Здесь два варианта. У меня такое ощущение, что вот здесь чего-то не хватает. Давайте я еще раз прошу, для чего вам дана была эмоциональная боль? Потому что здесь вот как будто бы нету какого-то мостика. для того, чтобы вы понимали, что вот вы как-то сами себя связываете, сами себя ограничиваете, что вот ваша двойка кубков, причем даже в этой колоде, да, мужчина-человек, а женщина-привидение. Тоже как будто бы вы должны примирить какие-то противоположности первично внутри вас, а потом во внешнем мире. И таким образом вы сможете высвободиться. Посмотрите, какая красивая карта второго провидения, да, то есть женщина, летит, солнце, светло, все вокруг, это кто? Птицы. То есть прям полет, полет, развитие какое-то. Это даст вам свободу, понимаете? Здесь как будто бы в себе вы не принимаете какую-то разницу, да, то есть, ну вот может быть то, что вы в чем-то не похожи на других людей, какое-то вот отличие. Не знаю, не могу понять. Сегодня не могу понять двойка. В прошлый раз как-то не могла понять троек. Сегодня не могу понять двойка. о чем здесь речь идет. Хорошо, позиция номер три. Для чего вам была дана физическая боль? чтобы вы сломались. Чтобы вы сломались, чтобы вы прекратили быть такими сильными героями, потому что нужно вам самим, знаете, признать в себе какую-то слабость. чтобы вы сломались. Вот вас нужно сломать, понимаете? Вас нужно разрушить. Вас нужно, как это сказать, стереть в порошок, чтобы вот из этого порошка пророс новый какой-то росток, зеленый, мягкий, гибкий. Такой, знаете, вы как этот, как амазонка, либо как какой-то вот несокрушимый, непобедимый, неуязвимый герой, который невозможно ну вообще с ним сравняться. Здесь вы тот человек, который, вот, вы знаете, когда вы сломаете, здесь фишка в чем? Когда вы сломаетесь, вы признаете свою слабость. И вот ваша слабость не в вашей силе, а в вашей уязвимости. Вот ваша сила в вашей мягкости, а не в том, что вы считаете, что я должен быть сильнее, либо должна быть сильнее, умнее, крепче, мужественнее, храбрее. Нет. Это не сила, это наоборот, в вашем случае это ваша слабость. А вот ваша сила как раз таки в вашей уязвимости, в вашей открытости, в вашей доброте. Ну, то есть вообще в других качествах. Не в мужских активных, а в пассивных женских. А для вас это чуждо. Чего вам дана боль? Для начала, для рождения, туз жезла, для рождения чего? Для рождения вашего в новом, в развитии. Да, чтобы вы заново выстроили в себе новую ценность по королеве Пендакли. Новую ценность в доброте, в преданности. для чего вам дана физическая боль. Вот в своей, по луне, да, в своей какой-то нежности, женственности, интуиции. Здесь на другие абсолютно качества надо делать акцент. Еще один туз выпадает. Для того, чтобы вы приняли решение смерть, перерождение, оставить позади все свои разочарования по поводу именно мага. вот, знаете, вот я маг, я всесильный, я могу все. И вот, когда вы становитесь вот таким, я маг, я могу все, тогда к вам прилетает как раз таки проверочка, которая говорит, окей, всесильный у нас только творец. Если ты такой же, как и я, я не против, тогда давай разделим обязанности. И вы не потянете эти обязанности, вы ломаетесь. Вот, и вас для этого ломают. То есть, понимаете, здесь не то, чтобы гордыню проверяют, а показывают вам, что нет ничего плохого в том, что вы слабый. То есть, в слабости есть сила, то есть, умение признавать себя. Вы же не позволяете себя расслабиться, понимаете? Я, я, я все могу, я, я справлюсь со всем. Конечно, вы справитесь, но какой ценой, зачем вам это нужно? У меня уже солнышко село, уже закат. Так, для чего вам нужна была физическая боль аркан колесничего? Для того, чтобы вы по аркану колесничего здесь, знаете, сфокусировались, сконцентрировались на том, чего вы хотите и не обращали внимания на какие-то посторонние моменты, которые вас отвлекают. для того, чтобы вот вы были полностью сфокусированы, сконцентрированы на чем? Вот смотрите, семерка мечей. Здесь, кажется, да, женщина с мечом за спиной, да, она такая маленькая, что она никогда не победит вот этого вот гиганта, который пришел. то есть, силы изначально не равны. вот в этом-то как раз-таки и есть, что не все так, как кажется, да, что вот может быть, женщина такая хрупкая, но в ней больше силы духа, чем вот в этом гиганте, который физически может быть сильнее, но он слабее по духу, и он быстрее сломается. То есть, вам нужно сфокусироваться здесь на том, что не всегда вещи такие, какими они кажутся, и не всегда силы такими, ну, распределены так, как кажутся. Знаете, сообща, вот вы всегда действуете самостоятельно, вам нужно научиться действовать сообща. Знаете, вот делить, делегировать какие-то ответственности, не все на себе нести, уметь разделять, уметь договариваться, уметь общаться, то есть, здесь другие качества. Вот вы, такое ощущение, что вот вы в прошлой жизни были каким-то воином, понимаете, каким-то командиром, который не принимает приказа ни от кого, а вам говорят, что тебе нужно как будто бы стать солдатом, в этом больше пользы, понимаешь, потому что меньше ответственности, потому что ты ее разделяешь, меньше сил вкладываешь, и тем самым у тебя твои силы остаются на что-то другое, а ты же все силы свои вкладываешь на то, чтобы там победить бой, условно говоря, а потом, если это вдруг не получается, ты потратив все силы, ты очень долго восстанавливаешься. я спрашиваю, для чего здесь колесничий для 21 аркана, чтобы вы завершили вот такой вот какой-то прорыв, у вас должно произойти другое понимание жизни, здесь еще смерть говорила, вы как-то по-другому должны пересмотреть свой подход к жизни, вам физическая боль дана была для этого, чтобы вы пересмотрели вообще свой подход, здесь как этот единорог, единорог кубков, единорог это всегда про чистоту, это всегда про соединение с высшими силами, с каналом, с чистым каким-то источником, здесь вам нужно черпать силы от источника, а не вдохновение, а не от себя, не тратить свои собственные силы, да, здесь эгоизма много, здесь нужно разрушить вот это вот я могу, я могу, это вот все-таки эгоистичный какой-то подход, вы знаете, безусловно, у вас есть способности и качества, которые говорят, что да, вы умеете распутывать узлы, вы умеете решать сложные задачи, вот, но, как говорится, мир держится не на только на ваших плечах, да, то есть не все, вы это умеете делать, помогу, но вы тем самым как будто бы теряете красоту жизни, ценность своей жизни, надо уметь отдыхать, а вы отдыхать не умеете, и вас надолго не хватит, быстро сломаетесь, хорошо, давайте посмотрим, для чего вам дана эмоциональная боль, здесь выпала двойка жезлов и аркан умеренности, знаете, такое вот ощущение, как будто бы вы должны две какие-то свои силы уравновесить противоположность, то есть вы как будто бы должны научиться стать какой-то нейтральной, то есть есть две силы, это дающие и принимающие, но есть еще и третья, которая их уравновешивает, и вот вам нужно стать как раз таки вот этой вот уравновешивающей силой, которую, знаете, как на качелях не бросает в плюс либо в минус, да, вот эта вот эмоциональная боль для этого вам дана, чтобы вы поняли, что нету смысла, чтобы вас бросало из стороны в сторону, а чтобы вы, потому что это вас как-то напрягает, волнует, вы как-то переживаете по этому поводу, опять колесничий выпал, здесь колесничий в контексте того, что вы должны научиться управлять своими эмоциями, не подавлять, не разрушать, а научиться ими управлять, понимать их природу, для чего они нужны, как с ними можно взаимодействовать, что они несут вам, какой смысл, какой посыл, то есть отслеживать их, понимать, принимать и в дальнейшем управлять, прийти к какому-то балансу здесь нужно внутренним, до была девятка жезлов, то есть вам эмоциональная боль дана для того, чтобы вы научились не впадать в какие-то крайности, а как-то находиться в более нейтральной позиции, знаете, все эмоции проживать как-то фоново, не ярко, потому что на каждый плюс найдется свой минус, а как-то вот фоново проживать, да, хорошо, я не говорю, чтобы вы их отказывались от них, нет, я говорю на том, чтобы вы как-то по-новому научились их проживать, для чего вам дана эмоциональная боль, для того, чтобы вы научились вовремя отходить в сторону, то есть сделали что-то, отойдите в сторону, не надо контролировать, а вообще по жизни вы очень долго думаете, очень долго принимаете какое-то решение, тем самым теряете какие-то шансы, возможности, слишком много думаете, такое ощущение, что нам нужно больше действовать, потому что иногда вы как будто бы становитесь заложниками того, чтобы все было как-то правильно, так, как нужно, очень много энергии сливаете, для чего должны были эмоции, чтобы вы поняли, что каждый человек, каждая эмоция, она играет свою какую-то роль, и для того, чтобы играть мелодию своей жизни, у каждого есть какая-то своя роль, нужно понимать эти роли, то есть у каждой эмоции есть своя какая-то природа, и вот вы должны понимать эту природу, для чего вам дана та или на эмоции, получить знания из этого, сделать какие-то определенные выводы, а не погружаться полностью в свои какие-то эмоции, научиться видеть свои потребности, то, что вы хотите, не закрывать их каким-то суррогатом, не бояться, знаете, ждать нужных эмоций для себя. Боже, что? Я говорю так запутанно, но вот то, что вижу, то и говорю, поэтому не пишите мне о том, что вообще ничего не понятно, если бы я тоже понимала что-то, что из того, что здесь происходит. Хорошо, еще раз прошу, для чего вам дана эмоциональная боль? восьмерка пендакли. Это как-то вот, знаете, это поможет вам как-то в профессиональной сфере, то ли вы научитесь управлять своими эмоциями, а потом будете как-то другим людям помогать, что-то такое, то ли вы научитесь понимать мотивы своих эмоций, и это будет тоже вам помощь в вашей профессиональной сфере. Вы как будто бы через эмоции будете проживать как-то свои кризисы, выходить из кризисов с помощью эмоций. Здесь эмоции даются как инструмент для чего-то, для какой-то помощи. тройка кубков здесь мне в этой колоде, я так посмотрела, знаете, напоминает на трех этих Мойер, да, женщин три судьбы, ну, судьбы, которые решают. Вот здесь чувство, как будто бы в дальнейшем вы каким-то образом будете помогать людям решать их задачи именно на эмоциональном плане. как только вы поймете свои. Как только вы научитесь наполняться удовольствием, здесь вас учат проживать в моменте здесь и сейчас ваши эмоции. здесь был аркан влюбленных, такой, знаете, вот я смотрю на эту карту, здесь каменная голова и на голове сделана любовная ложка, здесь лежат мужчина и женщина. То есть как будто бы любовь в голове и рядом карта удовольствия, сфокусировка. Такое ощущение, что вы как будто научитесь с помощью понимания своих каких-то эмоций и мотивов воссоздавать в голове ту реальность, которую вы хотите. Как-то она должна наполнять вас эмоционально. И потом вы будете ее транслировать в материальный мир и в соответствии как-то материализовать. То есть здесь знаете как будто бы сила намерения. Но это не просто намерение. Это вы немыслительные. Вот вы до этого как-то на основе силы воли, силы намерения как-то действовали. А здесь вам говорят, вы как-то научитесь. Это какой-то этап изучения своих эмоций. Вы станете их понимать. А потом как-то в профессиональной сфере вы будете показывать людям, как с помощью проживания состояний, не эмоций даже, а состояний, вы можете материализовывать свои собственные желания. Как-то знаете моделировать. То что вы хотите, как это можно моделировать и потом это будет материализовываться. Здесь как-то очень глубоко. У меня такое ощущение, что это больше подходит тем людям, которые занимаются какими-то вспомогательными профессиями. То есть услуги, которые оказывают людям. психологи, тренера, люди, которые работают с людьми, гуманитарии какие-то. Если это не профессиональная сфера, хотя мне больше профессиональная, то здесь как будто понимание ваших собственных эмоций вам даст возможность создавать ту жизнь, которую вы хотите. Здесь не то, что контролировать, вот я переживаю, все, я больше не буду переживать, нет, здесь не про это, здесь про то, что я научаюсь понимать природу своих эмоций, они у меня появляются, о чем я думал до этого, как это вообще цепочка выстраивается, к чему она приводит, да, то есть мысли, состояние, чувствование и действие, результат. Вот вы как будто бы вот эту всю цепочку выстроите, поймете, осознаете и в дальнейшем вы сможете влиять на какие-то свои следствия, результата, да, то есть тех действий, которые вы совершаете, то вы сможете влиять на результат, но не создавая вот эту мысль, состояние, действие, результата, как будто бы сразу, как только появляется какая-то мысль, да, либо состояние, вы как будто бы это сразу можете реализовывать. в общем, здесь я не совсем понимаю, так же, как и во второй позиции, вообще не знаю, что происходит, вообще ничего не понимаю, но вот здесь вот как-то вам это поможет в будущем, либо в профессиональной сфере, либо для вас лично, лично вы сами себе как-то поможете и сможете повлиять на свою собственную жизнь как-то, ну, то есть улучшить качество своей собственной жизни, вот так скажу. В общем, я не знаю, что я вам здесь наговорила, напишите мне в комментариях, помидорами не кидайтесь, а я с вами прощаюсь, пока-пока!